посмотрите какие хачапури мы с вами приготовили буквально за считанные минуты и как они выглядят на срезе посмотрите какая красота у нас с вами получилось это очень вкусно и я надеюсь вам понравится вы будете с нами готовить с вами домашняя кулинария сегодня мы готовим быстрые хачапури для которых нам понадобится дрожжевое тесто сейчас я в мою миску добавляю 250 миллилитров теплого молока температура молока 33-35 градусов и сюда же я добавляю одну чайную ложку дрожжей и 1 столовая ложка сахара вот так вот все немного я перемешаю а также нам понадобится 2 яйца из которого один желток я отложу для того чтобы мы смазали наши хачапури а два белка и один желток добавляем в тесто вот так вот перемешиваем и добавляем 60 миллилитров растительного масла ну а теперь после того как мы все перемешали мы начинаем постепенно добавлять муку до получения мягкого теста вот я сначала венчиком все перемешаю а после того как уже венчиком будет сложно я снимаю и начинаю замес тесто руками я буду замешивать тесто на столе покажу как я это буду делать ну и сейчас я добавляю пол чайной ложки соли убираю венчик сначала замешиваю тесто руками ну а после чего я перейду замешиваю тесто на столе немного муки на стол и переношу тесто и начинаю замес тесто на столе ну вот такое тесто у меня получилось тесто очень мягкое но при этом абсолютно не липнет к рукам на это количество ингредиентов у вас уйдет от 500 до 530 граммов муки все зависит от свойств муки и от размера ваших яиц ну а теперь я переношу тесто в нашу миску все ингредиенты были комнатной температуры молоко было теплое миску я помыла тоже теплой водой при этом я тесто не оставляю подходить а просто оставлю минут на 15-20 чтобы она отдохнула я за это время приготовлю начинку после чего мы перейдем формовать наши вкуснейшие хачапури ну а пока отдыхает наше тесто мы приготовим начинку для этого нам понадобится творог и сыр в соотношении 1 к 1 200 грамм творога 200 грамм сыра и одно яйцо я сыр должна буду обязательно тереть на крупной терке у меня сыр 50 процентов жирности меня часто спрашивают какой сыр я беру чем вкуснее сыр тем вкуснее получится наша хачапури ну вот заканчиваем натирать сыр на крупной терке вот столько сыра у нас получилось и все это должна буду смешать с творогом если у вас сыр не соленый рекомендую творог немного посолить сюда же добавляю одно яйцо все это перемешаю и наша начинка готова нам еще надо будет растопить сливочное масло ну вот мы все перемешали и начинка наша тоже готова ну вот так же я в сотейнике растопила сливочное масло и вместе с растительным маслом соотношение один к одному мы приготовили для того что смазывать наше тесто ну а теперь тесто уже отдохнуло и мы начнем формовать наши хачапури ну а теперь мы должны будем подпылить наш стол тесто наша отдохнула и переносим тесто на стол оно не должно подниматься и даже после того как она только отдохнула но все равно очень мягкая и работы с ним очень приятно вот это тесто мы разделим на 6 частей сначала делим пополам ну а затем каждую часть еще на три части и каждый сектор теста вот этот надо будет закатать колобок вот так все собираем к центру и вот такие вот колобки у нас должны получиться ну вот так закончили с колобками ну а теперь начнем раскатывать подпыляем стол и каждый колобок раскатываем насколько можно это тонко ну вот так очень тонко я раскатала пласт нашего теста а теперь чуть-чуть вот так вот смесь растительного и сливочного масла и складываем сад на сначала с одной стороны а затем с другой еще не чуть-чуть масла много смазывать масло не надо вот в такой квадрат мы должны сформовать наше тесто оставляем это тесто отдохнуть пока и перейдем к следующим колобкам и снова подпыляю стол и должна буду раскатать очень тонко ну вот так раскатала квадрат приблизительно размером 40 на 40 сантиметров немного масла вот так вот я немножко размажу по всему пласту а потом начну складывать ну и вот так складываешь сначала с одной стороны с другой стороны чуть-чуть масло ну вот такие заготовки я должна буду делать и аналогично я проделываю с остальными частями своего теста подпыляю стол и начинаю раскатывать эсси Продолжение следует... 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 Продолжение следует...